Представьте себе, что есть много вертикальных отрезков. Они сопролимые стоят? Да, все вертикальные. Известно, что любые три из них можно пересечь прямой. Не обязательно перезонтально, прямая может идти к другу. Любые три можно... Докажите, что на самом деле все, любые три, можно пересечь прямой. Докажите, что все. А сколько можно пересечь прямой? Ну, тысяча. Как можно пересечь прямой? Посмотрите, у тебя просто условия не выполняли. А у них аптисы все разные. А у них аптисы, по-первых, аптисы, по-вторых, обставить условию. Любые три отрезка можно пересечь одной прямой. А, это если... То есть, если вы возьмете вот этот отрезок, этот, и этот, и этот, то их же нельзя пересечь одной прямой. А-а-а. Нет, не то, что... Когда любые отрезки, то можно... Нет, конечно. Есть еще условия. На Диане Макхилле есть много разных задач, и это просто пример. Вот начали мы с этого примера. Другой пример задачи, которую при помощи Тиане Макхилле можно решить. Представьте себе, что у вас есть на плоскости несколько кругов. Известно, что любые три из них пересекаются. Как вы считаете, все эти круги пересекаются или нет? Все. Все. Да? Все. Любые три пересекаются. Все будут пересекаться, да? Да. Скорее всего, да. А, я понял. Есть общая теорема Хелли. Если... Только я начну с одномеркой теореты Хелли, потому что она доказывается совсем просто, а потом уже будет умирана. Если она прямой, есть несколько отрезков, любые два из которых... Здесь противный момент. Любые два из которых пересекаются, то есть имеют хотя бы одну общую точку, то и все. Это называется одномерная теорема Хелли-Гумерка. Точно так же. Если... Только нет прямой, а нет. Где? На плоскости. Так. Есть несколько чего? Отрезков? Отрезков неинтересных. Ну, кругов. Интересно. Сила теорема Хелли именно в том, что она общая. Фигур несколько. Вот если просто фигур сказать, то будет у вас большая проблема. Одинаково фигур нет. Вот это первый треугольник, это второй треугольник, это третий треугольник. Они все пересекаются в первую арметь? Камни. Нет, не я. Камни. Есть общая точка? Есть общая точка. Общая для всех трех. Четвертые фигуры, ребят. Я возьму вот это. У них же нет общей точки. У них же нет общей точки. А на пуска у меня три. Вот это двоим четвертой. Да, да. Представьте себе. Вот они четыре фигуры. А у них какие-то общей точки? Нет. У всех четырех? Нет. У первой, второй и четвертой есть. У первой, третьей, четвертой есть. У второй, третьей, четвертой есть. У первой, второй, трехи есть. Вот вам пример. четырех фигур, когда любые три пересекаются, а все четыре пересекаются. Господа, явно нужно что-то написать. Есть несколько каких фигур? Одинаковых. Одинаковых. На самом деле, больше нет. И с одинаковыми фигурами можно придумать. А главное, одинаковые фигуры – это очень мало интересных для математики. Нам нужна какая-то общая теорема. Теорема Хелли – это одна из общих рабочих теорем. Ребята, есть несколько выпуклых фигур. Выпуклая, значит, вместе с любыми двумя своими точками содержит весь усилияющий их ответ. Есть несколько выпуклых фигур. Что любые? Раньше было любые два из которых пересекаются. А теперь будет? Любые из которых. А? Любые три. Кстати, давайте объясню, почему важно, что недостаточно они боевые. В качестве первой я беру вот такую трапезу. В качестве второй фигуры я беру вот такую. А в качестве третьей фигуры я беру вот такую. А центр вообще ни входит никуда. Согласитесь, что первая, вторая пересекаются. Первая и третья пересекаются, вторая и третья пересекаются. А первая и втораяhin пересекаются. Итак, всё-таки пишу. Любые три из которых пересекаются пересекаются. То есть, имеют хотя бы одну общую точку. Но что тогда? То есть, и есть. Прямая – это выпуклая фигура. Да, конечно. Выпуклая фигура – это фигура, которая вместе с любыми двумя своими точками содержит весь отрезок. Прямая, конечно, и луч, и круг. А вот окружность не выпуклая. Понятно, да? Окружность не хранится. Не выпуклая. Выпуклая фигура наивно представима как фигура без дельта. То есть, есть такое понятие – выпуклая оболочина. Иногда так объясняют. Представьте себе, что у вас на плоскости есть какая-то другая фигура. Что такое ее выпуклая оболочина? А это надо взять резинку. Знаете, кого-то такие, для продуктов или для разных целей их используют. Набросить на это растянувление. И потом отпустить. И когда резинка сожмется, что получится? Понятно, да? Что-то такое получится. Называется выпуклая оболочка. Научно говоря, это наименьшая выпуклая фигура, включительно наименьшая, которая содержит. Пересечение любых двух или большего количества двух фигур – выпуклая. Поэтому проблем никаких. Пересекаемся все-все-все. Иногда объясняют это так. Надо взять всевозможные треугольники с три точки. По трех точкам либо получается отрезок с точки на нем, либо получается треугольник. И все-все-все объединить. Можно доказать, что это то же самое. Но я сейчас не буду этим заниматься. Когда-нибудь обязательно это доказывать. Если не хочу, не хочу остановиться. Ребята, смысл вонять. Я и сейчас должен программами доказать фандомерную теорему Е. На самом деле это уже полезно. Просто понимать, что вообще с темой я не видел. Здесь у нас прямая, на ней отрезки. И представьте, что я вот рисовала эти отрезки, то есть на прямой. Не потому, что они на самом деле не на прямой, а когда после их виднее. Представьте себе картинка какая-то вот такая. Согласны? Какой-то отрезок может быть очень длинным. Известно, что любые два отрезка пересекаются. Докажите, что на самом деле пересекаются они все. А без их трех не раз семь должны быть четыре? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. А четырехмерное не припятие? Соответственно, да. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Кто объяснит доказательства одномерной теории? И это иногда вся эта начинающая олимпиадина, у людей вашего возраста, например, подразняться этой задачей. Потому что вот когда ее сам решаешь, обычно очень долго ничего не получается. А потом решение буквально послужит. Давайте. конкретный вопрос. Конкретный вопрос. Докажите одномерную теорему Геи. То есть, докажите, что если нарисовали несколько отрезков на одной и той же прямой, и любые два из этих отрезков пересеклись, то на самом деле все отрезки имели общую точку. Понятное все? Второй раз у вас в жизни этой возможности не будет уже придумывать. Есть просто одна фраза. Когда-то мы услышали слово «мама», когда-то мы услышали слово «реказ». Вот. Президент не самое интересное слово. Мама и папа интересные. А вот сейчас мы услышим «реказ». «реказ». Только не слово, а словосочетатель. Нежели не хотите сказать? Можно еще раз услышать? Ладно. Еще раз услышали. Это хорошо. Ладно. Давайте, ладно. Надо рассмотреть самый правый из всех левых концов. И самый левый из всех левых концов. Из всех правых. Пошел объяснять. Господа, у любого отрезка есть левый конец, есть правый. Правда? Вот я сейчас пройдусь и отмечу все концы одного типа. Вот они, эти точки. Согласны? «реказ». Называется «левые концы». И вот из этих левых концов – самый правый. Вот. Самый правый конец. «реказ». Теперь я беру в другого цвета мел и выбираю правый конец. У них, разумеется, тот же. И вот из правых концов я выбираю самый левый. «реказ». Так вот, ребята, на самом деле пересечение – это как раз и будет отрезок между самым правым из левых концов и самым левым из правых. И вот это самое пересечение, вот этот вот отрезочек – это будет не пустой отрезок. Давайте объяснить, почему. Если бы так случайно, что порядок этих точек обрана, представьте себе, что этот был здесь, а этот конец был бы на самом деле здесь. Они бы поменялись местами. Что значит, что у нас желтый отрезок? Это значит, что это левый конец какого-то отрезка. Правильно? Это левый конец. А что значит правый? Он же не просто такой отрезок. Это значит, что это правый конец какого-то вполне конкретного отрезка. Два отрезка не будет пересекаться. Одномерная теорема Хель доказывается при помощи этих слов. Самый левый из правых концов. И самый правый, левый конец. Понятно? Рассматриваю эти две отрезки. Хорошо. Она, между прочим, часто похожа при решении задачи по моменту. Бывают ситуации, в которой не можешь разобраться, и потом вдруг соображаешь, ух ты, а это всего лишь отрезочки по-прямому. Двумерную теорему Хель доказывать надо по количеству выборов. То есть, сначала я рассмотрю ситуацию, когда всего четыре выборов. Потом уже будет легче. Вот давайте я все-таки сформулирую задачу в теореме Хель для случая, когда четыре фигуры. Оказывается, что как раз переход к пяти и дальше он очень простой, а вот основная сложность, такая же большая сложность именно для четырех фигур. Поймите. Есть четыре фигуры. А, В, С, Л. Пишу. А, В, С, Л. Выпухлые. Это важно. Выпухлые фигуры. То есть, вместе с любыми двумя своими точками, фигуры содержат три сантиметра. Смотрите, что дано, а что доказаться. Может быть, несколько из нас в школе видели такой способ. Да. Пишут дано, то пишут доказательства. Есть такой способ? Да. Ну, на самом деле, чаще всего вам кажется, а зачем? Мы так все понимаем. Ну, вот в данном случае это еще помогает. Давайте четко смотрим. Что дано? Дано. Что когда берешь пересечение, скажем, А, В, С, то оно не пустое. Интересно, а как нам назвать точку, которая лежит в этом пересечении? Предложение. А давайте мы эту точку назовем прямо как фокус. Д штрих. Д штрих. Д – это фигура, а Д штрих – это точка, которая принадлежит пересечению А, В, С. Есть такая? Есть. Отлично. Дальше. А, В, Д – как я назову точку из пересечения? С штрих. С штрих. А, С, Д – это что? Это В штрих. Это В штрих. И, наконец, В, С, Д – это А штрих. Отлично. А что доказать? Что существует такая точка М, которая является точкой пересечения А, В, С. Нужно придумать точку, которая принадлежит четырём фигурам с А. Итак, у вас на плоскости теперь, замените, уже можно рисовать не фигуры, а В, С, Д. Потому что как расположены фигуры, не считаем, а можно рисовать четыре точки. А штрих, В штрих, Д штрих и Д штрих. Всё, что вы знаете об этих точках – это вот та информация. Да. Когда берёшь точку Д штрих, то она принадлежит фигурам А, В, С. Когда берёшь точку С штрих, она принадлежит фигурам А, В, С. И так далее. Могут они сделать два штриха? Могут два штриха? Могут два штриха? Ну, да. А, кстати, есть какие-нибудь две сантиметры? Вам понятно, что это уже и будет означать, что есть точка общая для всех четырёх? Да. А штрих. Например, если А штрих и А, О, В штрих, а штрих лежит в фигуре В, С, Д. Значит, если они равны, то эта точка лежит во всех четырёх точках. А значит, мы не расскажем о двух. Нет, а как ещё? Всё-таки, если они не равны, как могут располагаться четыре точки? Квадратные. Ну, не обязательно квадратные. Четырёхугольник. Хорошо. Четырёхугольник, конечно, в принципе, вполне бывает. Давайте я это рисую. Точки А, Штрих, В, Штрих, С, Д, 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 Штрих действительно возможна ситуация, когда одна из точек попала в треугольник, образованный другим. Четырёхугольник, ну, ты и куда получается? Да, 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 точка Д, Штрих, она... Да, возможно, это не такая ситуация. Скажем, одна из точек, например, В Штрих, лежит на креске, соединяющем А, Штрих, С, Д, Штрих. Ну, и там, Л, Штрих, или на той же прямой, либо где-нибудь. Ну, что-то первое. Давайте сейчас каждую из этих картинок разберемся. Во времена наплённых стих поезд была такая история. Сейчас это уже было больше двухсот лет назад, поэтому, надеюсь, никто не обидится ни за кого. Вдруг солдат приводит лендах. Один. Неважно, какой. Сейчас разговор не о понятии пандальтизма. Я сейчас не пытаюсь объяснить, какая. Дело не в этом. Вот. Приводит. Сумеется. Про русского солдата, потому что я не читал в русской книжке. Наверное, на то, что они не похожи рассказывают руссия. И я сейчас не про то, чтобы довоевать тот солдат, что и будет несколько лет. Вот великий молодец, что не говорите, сам спасся и врагов клянил. И большой начальник спрашивает, слушай, а как ты сумел? Как ты вообще один сумел их в плен взять? А, легко. Я их окружу. Сумела. Да. Важно, что он сам в это верил. И важно, что все в это тоже верили. Вотруг не бегал. в качестве ознобой из самых запомнившихся своих дел мне дедушка к тому момент он уже был майор батальона это было в самом конце не сам конца войны для всех а сам конца войны для него потому что в конце четвертого года летел осколок и его ранен совсем незадолго до этого около генигсберга предошла такая история то есть он со своим батальоном идет батареон обычно же в тылу сапер одет кредко оказывается рядовой они чаще всего где-то скорее сзади да там что-нибудь строят минируют минируют чаще строят так вот представьте себе вот они так сказать находятся где-то где противника совершенно не должно быть он идет один тоже совершенно ничего не боясь и вдруг видит строй буквально строй немецких солдат вот ощущение лишь на абсолютно финиша потому что оказаться одному против немаленького количества да и даже если против одного непонятно что делать это это только в фильмах можно всех раскидать а в реальной жизни все по-другому вот и тогда он сделал то что называется спас свой вместо того чтобы потом пытаться убежать или там понятно что шансы у него абсолютно никаких потому что понятно у офицера в столе уже не для того чтобы воевать вот так вот вместо этого он поднял плах и ругаясь на чисто русском языке и говоря против что он о нем думает пошел к нему дочь показывает план оказалось могучее оружие дело в том что вся ситуация действительно была глубокую и эти несчастные немцы понимали что шансов так сказать спастись пробиться своим них вообще никаких поэтому не было два варианта или что называется бороться до последнего всем погибнуть или сдаться в плен сдаться в плен есть опасность что тебя прямо на месте обстреляют потому что война дело в общем сожалению вот а тут они видят на них идет советский офицер и показывает кулак так это же счастье это же значит что можете будет драться но на кулаках то есть живы и останемся и они весело радостно значит сдались в плен ну и действительно что называется вполне себе живы и проследовали там что это куда положено где точка лежащая во всех четырех фигурах внутри фигурах внутри где а что такое центр да 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 интересно почему надо провести диагонали ребята очень важно помнить да 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 очень важно помнить каким свойством обладают точке а штрих и цешных читайте туда идите а штрих лежит в каких фигурах а штрих а штрих лежит в бцд отлично слушайте а бд и бцд что эти буквы там повторяю бд и бд и бд господа эти две точки обе лежат в фигуре б можно я так скажу принадлежит б принадлежит б а значит весь этот отрезок принадлежит б понимаете отлично точно так же обе эти точки принадлежат чему а а а а этот отрезок содержится ч ч то есть все точки этого отрезка и в отлично догадайтесь а 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 Это входит в пересечения А. Пересечения куда-нибудь? Во все четыре. Поняли? Так, а вы сможете? Вторая рука. Д-штрих. Правильно. Точка Д-штрих лежит во всех четырех. Почему? Разгадка это действительно точка Д-штрих. Только давайте пойдем к чему? Д-штрих, каким трем фигурам точно принадлежит? А, Б, С. Ребята, у нас просто написано в условии задачи точка Д-штрих, да не-не-не, вы неправильно пишете. Д-штрих это точка. Задачи не нужно писать. Посмотрите внимательно. Что вы знаете по условиям? Точка Д-штрих. А, Б, С. Это у нас дано. Значит, чтобы доказать, что она лежит во всех четырех, осталось проверить какую фигуру. Всего четыре фигуры. А, Б, С, Д. Конечно. А, Б, С уже знаем. Осталось проверить Д. Почему точка Д-штрих на нашей картинке обязательно принадлежит Д? Точка А-штрих принадлежит фигуре Д? Да. А, то есть все фигуры принадлежат точке Д-штрих? Да, да, да. Точка Д-штрих. Господа, мы знаем, что точка А-штрих принадлежит фигуре Д. Здесь написано? Да. Замечаете? А точка Б-штрих, а точка С-штрих и эти точки, когда пишут, что тасть не надлежит, смотрите, вот эта точка, а эта фигура Р-штрих. Вот точка Б-штрих принадлежит фигуре С-штрих. Точка С-штрих принадлежит фигуре Д. Понятно? Да. Вы замечаете? И что это значит? Весь треугольник входит в фигуру D, потому что три вершины входят на фигуру D, а значит D шрифт принадлежит и D, но он в сердце. Отлично, последний случай. Так получилось, что какие-то три точки лежат напрямую. Почему тогда? И какая точка тогда принадлежит всем четырех? Какая? Но давно нет точки была, у нас есть фигура B. Б штрих. Точка B штрих принадлежит... Давайте вспоминать. Каким фигурам она точно принадлежит? А, B, C. А, C, D, да. А, C, D она принадлежит. Значит, нам надо еще объяснить, почему она принадлежит B. Можно построить треугольник? А, C, D, C. Да не нужно треугольник. Мы просто говорим, что вот это принадлежит B, это принадлежит B, а точка B от этого принадлежит B. Ну, в чем только, конечно, правда. Это почти то же самое. Только надо рассмотреть треугольник А штрих, D штрих, а B штрих будет на границе. А здесь было неважно, внутри эти границы все равно будет. Так. Понятно или нет? Господа. Да, понятно. Мы доказали только ряд четыре уфина. Я обещал, что если есть несколько приборов, если честно, любые три из которых пересекаются, то в таком случае, да, а решить задачу только для случая четыре уфина. Давайте, наверное, две. Даны пять уф. Можно я уже не уфа и куда бы значать? А-а-а. Да. Ф-1, Ф-2, Ф-3, Ф-4, Эктаны, Ф-5. Любые. Что? Любые. Любые три из них пересекаются. А, я понял. Да, а что? А с плечей фигурой бы так вот. А, кто адресом с треугольником превратится с четырех буквально? Мы понимаем. Можно решить адресом? Я еще раз повторяю слово. Даны пять выпуклых фигур. Любые три из них пересекаются. Докажите, что все пять выпуклых фигур. Много лет назад я вел математический кружок в одной школе. Он был вчера два часа. Прихожу я в школьный класс, в полный кабинет школьников. Все замечательно, я иду занятия. Хорошо. Работа, все хорошо. Я тогда был честным. Я обязательно делал перемены. И так, первые пятьдесят пять минут занятий. Работали. Замечательно. Ребята, вот пошли. Отлично. Перемена. Давайте десять ночи, десять минут. Чай себе второй час. Вторые пятьдесят пять минут работы. Замечательно. Замечательно. И вдруг половина учеников в классе от половины куда исчезла. Ну, господи, ну ладно. В конце концов, ну, вдруг не понравилось, что я делал. Это же кружок, это же необязательный роль. Ну, хорошо, веду занятия. Ролки через неделю. Опять полный крючком. Те же самое. Опять я делаю ту же самую перемену. И опять после этой перемены остается половина. Я начинаю удивляться. Потому что обычно сейчас прекратил ходить, поеду клятись, получу все. А здесь так, ну ладно. Третья неделя – то же самое. А надо сказать, что в это время в школе, кроме меня, уже в людьми никого не было. То есть все в вечернее время. Все в годы уже там подавались. Это кружок. Вот. И по какой-то надобности то ли мел кончился, то ли и ощущение такое уничтожное надо было. Я зашел в соседний кабинет. Включил свет. Сделал, что мне надо. Я не помню. То ли стул взял, то ли мел взял. Очень понимаем. Это абсолютно нет. Такая бытовая мелочь. Вот. Выхожу из кабинета. И в абсолютном пустом гляньте. Слышу. Полный страданий я. Ожигеть. Опять не заметил. Что не заметил. Я понял, что если кто-то говорит, значит мне надо было кого-то заметить. Ну хорошо. Возвратился. Посмотрел. Никого нет. То есть кто-то же говорил. Значит это был голос из шкафа. Открываю шкаф. Обнаружил, что действительно десяток школьников в совершенно немыслимых постах набились на полке где-то там. Им жутко плохо. Они несчастные. Оказалось, что они придумали такую шутку в первый раз. Что вот я иду после перемены. Увижу, что никого нет. Буду бегать по всей школе их искать. А они тут из шкафа вылезут и скажут, а вот и он. Я никого искать не стал. Они просидели сейчас там. На следующей неделе несчастные опять залезли. Они подумали, что хотя бы сейчас я буду искать. И они вылезут из шкафа и скажут, а вот и мы. Опять просидели на этих жутких позах. И на третьей неделе я вхожу. Уже вообще, казалось бы, в метре уже стоит. И все равно не замечает. И сейчас же выйдет и опять сидим на этом шкафу. Вот. И тогда народ просто взвалился. Ну хотя бы сейчас, заметьте. Ну ладно, ладно. Так, Кшель, ты как говоришь? А все равно зачем они так хотели? Люди пытались пошутить. Шутки бывают разные. Бывают умные, бывают не очень. Прямо скажем, одна из лучших, потому что они никого не обидели. Она была по крайней мере без один. А они себя. Глупости себя это не страшно. Я хочу, чтобы вы доказали Тарел Хель. Любые три пересекаются, а их всего пять шуток. Как доказать, что есть точка общая для всех пяти? Ребят, надо просто взять сначала четыре множества и применить уже доказанный факт. Что у нас получится? Если любые три из пяти пересекаются, то любые три из четырех тоже пересекаются. Правильно? Ага. Будет точка общая для кого? Для четырех фигур. Для четырех. Отлично. Давайте это фиксируем. У нас получается, что когда берешь четыре фигуры. Поехали. Ф один, Ф два, Ф три, Ф четыре. То есть точка, давайте я ее обозначу, скажем так, Т пятая. То есть точка, которая, что которая? Принадлежит всем четырем, может быть, кроме пятой фигуры. Так? Да. Отлично. А теперь догадайтесь, что я напишу дальше. Принадлежит пять, там, а между Т четыре и Ф четыре. Так. И как я назову эту точку? Ф три. Ф три. Т три. Хорошо. А что такое будет точка Т четыре? Откровение четыре. Конечно. Так. Мне осталось еще две спроси. Сейчас мне уже надоело. Но с другой стороны нам тут надо. Ребята, вот такая идея. Я по предположению индукции имею такие точки. Точки мне пятая даже не потребуется. Дело в том, что как только я такие четыре точки получил, то опять из них получается или четырехугольник, или треугольник с точкой внутри. вот, ну, производное значение. Представьте себе Т1, Т2, Т3, Т4. Опять я в диагонали. И что у меня получается? Т1 и Т3, это точки, смотрите, первые точки предлежит каким-либо? Второй, третий, четырех и пятый. Третья точка. Каким предлежит? Всем кроме третьей. То есть 1, 2, 4, 5. Правильно? Замечательно. Двойка здесь есть, четверка есть, пятерка есть. Вот этот отрезок входит одновременно и во вторую, и в четвертую, и в пятую. Точно так же, ребята, вот этот отрезок входит одновременно и в первую, и в третью, и в пятую. Там по индукции все докажено.